Приветствую вас! Ну, ваш вопрос я бы хотел разбить на несколько частей. Значит, первая часть, если мы говорим с вами о вас, о том, как вы себя оцениваете, о том, что вы говорите, что вы не уроды, о том, что вы даже красив, вы себя называете красивым. Это, знаете, не то, чтобы странно. То, что вы называете себя красивым, я не буду... Вот. Это, наверное, не так. Комментировать? Я просто хотел бы, чтобы вы постарались понять, а вот откуда, откуда вы взяли, что вы красивы? Вот. Просто откуда вы это взяли? Сами. Я не говорю, что вы уроды. Безусловно, нет. Не хочу бы сказать, что вы уроды. Ради бога, не подумайте ничего плохого. Вот. Нет. Просто я бы хотел, чтобы вы обозначили источник таких вот знаний о себе. То есть, вот, откуда у вас эти знания? Над чем вы базируетесь? Вот это, пожалуй, я хочу знать. Потому что, если вы, например, считаете себя красивым, а, условно говоря, вас не воспринимают, да, как вот, как красивого, условно говоря, вас воспринимают, там, немножко по-другому, да, как самого обычного мужчину, например, то нет ничего удивительного, что из-за этого вы чувствуете себя недооцененным. И недооцененность – это первый источник, опять же, вашей неуверенности в себе. Так что, с этим вот аспектом нужно проработать. Далее, вы говорите, что девушки были, но были девушки давно. Значит, значит, смотрите. Вы говорите, что у вас был успешный опыт взаимодействия с противоположным полом, да? У нас, поскольку это было довольно большой промежуток времени тому назад. И вы уже говорите о том, что чуть ли не забыли, как это делается, чуть ли не забыли, что нужно делать, как себя вести там и так далее. У вас, соответственно, был, получается, ну, довольно большой перерыв во взаимодействии с девочками. Получается, у вас был большой перерыв. Ну вот, собственно, я хотел бы, чтобы вы попробовали рассказать нам а вот, собственно, этот перерыв, который у вас был, он вот чем обусловлен? Перерыв, который вот вы сами себе устроили. почему в течение некоторого времени у вас не было девочки ваших? Она вам была ненужна, или вы, ну, не нуждались в них, или у вас были какие-то проблемы, трудности, вот. перерывы. То есть, нужно определить причину перерыва. Точнее, даже не саму причину перерыва, благо сама причина, она не столь важна, на самом деле, важно чуть-чуть другое. Важно ваше отношение к этому перерыву. оно как раз куда более важно, чем все остальное. Что вы вынесли из этого перерыва, какой урок вы вынесли из этого перерыва, как поменялись ваши взгляды относительно себя после этого перерыва, и так далее. Вот это вот тоже очень важный момент, о котором с вами нужно выговаривать. То есть в этом кроется опять же причина, по которой перестали вот ощущать правильно. именно перерыве кроется одна из проблем, одна из причин. Далее. Вы говорите о том, что девушки были, но были давно. Попробуйте вспомнить, как вы себя вели тогда, вот когда у вас все-таки девушки были. что вы делали, как себя вели, какие девушки были, и так далее. Ну, тоже довольно важный элемент, тоже довольно важный аспект, так или иначе. Надеюсь, что вы вот данную ситуацию понимаете. вам нужно вспомнить, какой вы мужчина тогда, как вы вели себя тогда в то время. И соответственно, какая разница между тогда с тем вы вами и затем каким вы были тогда и тем, какой вы сейчас. Есть разница, если есть, то в чем она эта разница заключается. Далее вы говорите, я понимал, что нужно быть уверенным в себе, но вот вы знаете, если мы говорим про вашу уверенность в себе, то мне показалось, что проблема с этим у вас как раз таки нет. Проблем с уверенностью в себе у вас нет. Мне показалось, что есть проблема с тем, что вы не думаете о девушке. то есть вот у вас отсутствует на мой взгляд, на мой взгляд, конечно, самая важная составляющая, составляющая, что вы для девочки являетесь тем, кого она хочет видеть рядом с собой. То есть вы как бы ориентируетесь в этих отношениях не на себя. В этих отношениях вы ориентируетесь на девушку. на то, что нужно ей. На то, чего хочет она. На то, что необходимо ей. На то, что для нее важно, что для нее ценно. Понимаете? и вот в зависимости от того, какая девушка рядом с вами, какая девушка вам нужна и так далее, вы ведете себя так, как должен вести себя мужчина, который хочет быть с этой девушкой. если вы хотите быть с определенными девушками, то вам нужно вести себя соответствующим образом. И вот правда заключается в том, что именно в этом и кроется основная проблема. Кроется секрет успеха, чтобы быть девушками. потому что если девушка видит, что рядом с ней тот мужчина, который ей интересен, если девушка видит, что рядом с ней тот мужчина, которого она хочет видеть рядом с собой, водка. Вот как раз таки в таком случае она скорее всего обратит на этого мужчину внимание. Далее. Далее ситуация следующая. Вы соответственно говорите о том, что я понимаю, что все дело уверенности в себе, но до сих пор не пойму, в чем моя ошибка. если вы заговорили про уверенность в себе, то давайте попробуем подумать. А в чем вы в себе не уверены? Вот в каких своих аспектах вы не уверены и почему? И давайте на основании этих аспектов формировать задачи, формировать цель цели, которые будут образовывать задачи, чтобы вы как раз таки повышали свою уверенность в себе. И вот мне думается, что именно такая вот позиция, она является ну правильной, она является верной, она является именно той, которая даст вам то, чего вы хотите. То, что вам нужно. То есть эта позиция, позиция, когда вы работаете над тем, чтобы стать более уверенным в себе человеком, когда вы формируете цели, чтобы повысить уверенность в себе, позволит вам не сомневаться в своих силах, сомневаться в своих преимуществах и так далее. И иметь успех у девушек. Хотя, как я уже сказал, это далеко не самое главное в отношениях с ними. далее. Вы говорите, я не пойму, в чем моя ошибка. Знаете, чтобы нам увидеть вашу ошибку, чтобы нам понять, что вы делаете не так, нам нужно проследить за вашей линией поведения, нам нужно, чтобы вы рассказали нам, как именно вы себя ведете, как именно вы себя ставите, например, ну, допустим, с теми же девушками, вот, и так далее, чтобы мы могли вам помочь. То есть, чтобы указать вам на ошибку, нужно понять, где вы ее совершаете, а для того, чтобы понять, где вы совершаете ошибку, нужно увидеть всю линию вашего поведения с девушками. Пока этого нет, нельзя говорить о том, что мы можем вам именно указать на ошибки, к сожалению. Да и сами ошибки подлежат, в принципе, анализу, сами ошибки, в принципе, подлежат такому оценочному взгляду, в контексте того, является ли это ошибкой вообще. Может быть, это ваше поведение, просто, например, девушки этого не оценили, такое бывает. и тогда может быть то, что вы называете ошибкой, в действительности является проявлением вашей индивидуальности. И если вы перестанете эти ошибки совершать, то вы потеряете себя. Такое вот тоже может быть, и это нельзя забрасывать из счетов. Наоборот, нужно очень тщательно посадить к тому, что называть ошибкой и в каком контексте. Поэтому здесь тоже нельзя спешить, нельзя торопиться, лучше все спокойно обсудить, спокойно обговорить, и далее будет уже видно. На этом все, надеюсь, помог вам, если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Продолжение следует...